Скоростные состязания по историческим и знаковым местам Мозыря проходят уже в третий раз. Десять команд-участниц и столько же контрольных точек. В этом году любителям загадок и ребусов практически не понадобились энциклопедические знания. Больше задействовать пришлось логическое мышление и коммуникабельность. Среди опытных участников команда Мозырь-Газа с тематическим названием «Метан». Ребята ежегодно входят в тройку лидеров и уже владеют индивидуальной тактикой прохождения маршрута. Я все разу участие приносило очень много положительных эмоций. Такой драйв и вообще общение, то что узнаем исторические места города Мозырь, я считаю, это является очень хорошим развитием для молодежи и в целом для всего Мозырского района. Суть автоквеста – как можно быстрее пройти заданную дистанцию на автомобиле. На каждом этапе новые задания от координаторов. Участники разгадывают шифр, отправляют код и передвигаются к следующей точке. Я предложила знакомым на работе, мы нашли машину и просто это так. Давайте поучаствуем, а давайте. Первый раз всем было очень интересно. Спасибо организаторам. Некоторые задания вызвали, конечно, скорее невнимательность, потому что читали. Потом нормально. Самым веселым – это бегать по магазину и собирать людей на площади, потому что все отказываются фотографироваться. А самое сложное – это когда невнимательно читали задания и не сразу поняли, в какие повороты нам вписываться. В команде кинотеатра «Мир», которую представляла Анна и ее коллеги и другим участникам квеста, пришлось не только поездить, но и побегать. Но азартных игроков препятствия не останавливали. В одном из магазинов в воскресенье продали 10 ими поштучно. В другом выдавали координаты места, где делают самый вкусный кофе. А еще командам пришлось объединить для общего фото незнакомых людей на площади, посчитать штакетины забора в детском городке «Сказка» и найти самых презентабельных коров в городской черте. Ну, с яйцом, конечно, интересный конкурс был. Необычно купить было яйцо, съездить в магазин. Нужно было видеть лица продавцов, как они терялись, зачем нам одно яйцо, и когда очередь стоит за одним яйцом. В первую очередь развивают логику. Быстренько подумать, скоординировать все движения, маршрут и быстро выполнить все задания. Чтобы решить все задания, добраться до финиша в городское антикафе, призерам понадобилось меньше часа. Третье место заняли постоянные участники команды «Метан». На втором – новички автоквеста «Дубль-2», которые показали такой же результат, как ближайшие соперники, но не воспользовались ни одной подсказкой. Победу уже второй раз одерживают качки. Дипломы подкрепили приятные подарки от партнеров проектов. Следующий автоквест намечен на сентябрь. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Церульк, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь». Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.